19 часов и 3 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. Это реальное время, вечерняя интерактивная программа на Финам.ФМ. У микрофона Юрий Пронько. В самом начале, напомню, средства коммуникации для звонков. Ногоканальный телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Финам.ФМ – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же уже сейчас идет прямая веб-трансляция, то есть можно как слушать, так и смотреть. Можно пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере, направляя туда свои комментарии, вопросы и мнения. Кстати, я их уже вижу, потому как я проанонсировал через Твиттер, кто у меня сегодня в гостях, и уже посыпалось. Я прочитал, просто супер, спасибо автору. Спросите, пожалуйста, ждать ли новых книг и так далее, и так далее. То есть это вот я зачитываю то, что вижу у себя в аккаунте в Твиттере. Евгений Сатановский у нас сегодня в гостях. Ильяна Чератвит, добрый вечер. Я на самом деле не хочу хвалить вас, потому что я вот сегодня буквально где-то пару-тройку часов тому назад закончил читать вашу новую работу, которая называется «Очень вызывающе. Если б я был русский царь», ну это даже не точка, а советы президенту. Вот вы когда писали работу, какую цель преследовали? Ведь вы же никаких советов в итоге-то не дали, но вы фундаментально проанализировали некоторые направления. Главный совет в том, что никто ваших советов слушать не будет, давать их бесполезно. Смысла никакого нет. А какой смысл? Вы что, можете кому-нибудь посоветовать чего-нибудь, что изменит, ну скажем, реформирование программы образования? Ну, надо понять простую вещь. Ребята немножко шьют, они не занимаются образованием. Они ликвидируют то, что не приносит им конкретно, им персональный денег. Вот, ну, феодализм такой. Человеку на откуп отдана некая сфера. Кому-то образование, кому-то медицина, кому-то наука, кому-то оборонка. И эти люди, которым оно на откуп отдано во Франции, были такие люди-откупщики, выжимают из этого деньги. Можно закрыть, там, выгнать на улицу и сдать это здание. Можно взять и снести все, а на земле построить коттеджный городок. Можно взять комплекс зданий, выгнать из него какой-нибудь вуз, типа РГГУ, бывшая партшкола. И под себя это подмять, а со студентов брать много денег. Но есть некоторая группа ребят во главе с ректором высшей школы экономики, которая когда-то была вузом хорошим, а сейчас превратилась в такой мощный мафиозный центр, от которого у нас и министры образования, включая нынешнего. К сожалению, из моего вуза, то есть худшего ректора института стали и сплавов за всю его историю. Совершенно позорную фигуру, которая теперь, вот, наверное, худший министр образования России за всю ее историю. И какие советы вы будете давать этим ребятам? По образованию, понятно, по медицине. Ну что, Голикова замечательный, симпатичный человек. И, конечно, не зря называли мадам Орбидол. И что Рошель с ней спорил? Он-то говорил про развитие медицины, а не по эксплуатации вот этой всей вещи. Чего вы будете говорить Сердюковым про развитие армии? Какая армия? Эта армия воевать ни с кем не может. Ей и нечем воевать, и некем воевать. И она не для того, собственно говоря, реформируется. Вот есть некий мощный финансовый поток. На потоке сидят ребята, они его пилют. И то же самое по оборонке, и по нанотехнологиям, и по всем остальным. Ну, крыса в сыре, я же об этом пишу, она же не занимается сыроваренной промышленностью, или, упаси господи, молочными коровами. Она идет в погребы, жрет сыр. В том месте, откуда все эти ребята происходили, в питерской мэрии времен Собчака было четыре фундаментальных камня. Вранье, воровство, точное соблюдение демократической процедуры и болтовня. Ничего другого там, по большому счету, не было. И то, что это в масштабах всей страны, ну, надо просто это понимать. Это очень плохо? Нет. Могло быть все гораздо хуже. Это катастрофа, надо всем бороться там, свергать Путина. Ну, во-первых, бесполезно. Лучше не придет, хуже будет. А лучше не придет. Есть свои законы. При этом сам ВВ по-человечески мне дико симпатичный, ироничный, веселый мужик, который поднялся с низов. Ну да, он, конечно, мизантроп, а тут посиди в этой жизни. Будешь ты мизантропом? Среди его ребят есть куча симпатичных, нормальных ребят, которые образованные, и хорошие, и толковые. И вот понятно, что... Ну да, они развивают то, что было при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Вот чего у нас, собственно говоря, нынче проголосовали там за Палестину, как государство в ООН, наши дипломаты. И имеют же мозгов в голове говорить, а мы в 88-м году ее как государство признали. Ребят, Горбачев признал. Никогда не думали, почему ее не признавали при Брежневе, при Андропове, даже при Черненко. Потому что мозгу людей в голове было, инстинкты какие-то еще были. Ведь нас же напластовать на кучу государств можно на раз, два, три после этого. Мы вообще хоть Рязань, хоть Казань, хоть Дальневосточная Республика, хоть Ичкерия. А про Пруссию, которая теперь Калининградская власть, я вообще молчу. Вы не понимаете, что это завтра будет? Нет, они по другому ведомству, они немножко шьют. Что они могут сказать? Они демонстрируют, что у них есть ближневосточный политик. Хотя, когда хронический импотент демонстрирует знания Камасутры, он всегда выглядит или полным идиотом, или шутом гороховым, как с нами теперь и происходит. И не только по этому направлению. Бедный Лавров заехал в Турцию, руку сломал, лицо, говорят, разбил. А что теперь поделать? Он что, должен начальство сказать, что он все провалил? Он же хороший министр иностранных домов, профессионал, замечательный. Но в обстоятельствах, которые ему предложены, может, истории, может, корма у него такая, да и у нас у всех, чего он может сделать? Ничего. Поэтому я попытался констатировать, чего есть. Сделать это в максимально, ну, вежливой форме. Никого я тут особо не ругаю. Чего есть, то есть. Куда нас несет, более-менее всего этого понятно. И дальше можно бедного Чурова сколько угодно называть там волшебником, подставляя его под крики о съедании бороды. Так не с его подачи, а с подачей гениальнейшего из президентов современности Д.А. Медведева. Владельца кота Дорофея, опять же, твиттера, где он ищет своего коте. Ну, он же это сказал. То есть у людей нет никакого представления о том, что там внутри это быдло, которое сидит, чухонцы эти все, которые вот на каждом углу паразиты, и приходят за них голосовать, что оно еще имеет в голове мозг, его можно вообще обидеть, и оно еще это все чмо внизу, потому что, ну, иначе я даже не представляю, как относятся к этому населению всему вожди народа и бояре, оно еще и слышит, чего ему говорят. Ну, это же понятно, как Полтавченко, когда Медведеву питерцы показали большую к нему любовь, обозвал их жлобами. Строго говоря, именно таким образом империи и разваливаются. Потому что сначала государь-император напереписели, чванливо говорит, что я хозяин земли русской, когда его спрашивают о профессии, а потом он оказывается Николашко, и его даже собственная гвардия сдает со всем семейством под расстрел. И учитывая то, что, ну, моя идея состоит в том, чтобы, конечно, не дожить до момента, пока то же самое, что было с Российской империей или с Советским Союзом случится и с Россией, а ребята-то ведут все именно туда, и не специально. Но вы пишете о том, что все-таки возможен и иной сценарий. Всегда возможен иной сценарий. Ну да, возможен. Не обязательно это все закончится катастрофой. Конечно, если эти ребята все будут везти все так, как есть, то, понимаете, распад Римской империи. Римская империя распадалась там не одну сотню лет, а в виде Византии так она распадалась и тысячу с чем-то лет. Всегда может проскочить мимо вас. Всегда может быть так, что, ну, занялись какими-то другими ребятами. Но, в общем, более-менее понятно. Последствия непрофессионализма, жадности, вороватости и искренней уверенности в собственной непогрешимости, умноженной на волюнтаризм, который и Хрущеву не снится. Вещь такая. Вон, мы победили, наконец, замечательные гонки за строительство ядерного реактора в Турции. Мы победили, мы Россия. То есть 20 миллиардов долларов, произошло это в понедельник, 3-го числа, мы на протяжении многих-многих лет будем платить за то, чтобы у Турок появилась атомная станция, нами построенная, обучился персонал и появились технологии. При этом ни копейки, ни цента мы с них за это не получим. Это не лечится. Это диагноз. Нет, это не лечится, потому что, ну, одним ударом взять и прогадить 20 миллиардов, при том, что турецкая пресса сейчас полна вопросами. Зачем русским это надо? Экономика не сшивается. Она никак не сшивается. Это то же самое, что наши трубопровиды. Северный поток, Южный поток, СТО, пока мы их гнали, там уж давно Катар четверть рынка газа отхватил. И в ситуации там, ну, это как АТЭС, как Сочи с зимним олимпийским игрищем, как много чего другого. Осознать это можно, ну, только если понять, что, может, там отпелится какой-то огромный кусок, куда-нибудь отплывет, достаточно для того, чтобы черт с ним, все остальное, собственно, не было. И так же, как и на всех остальных проектах. Тогда понятно. Ну, хорошо, а вот Америка у нас то ли к 15-му году, то ли к 20-му году становится энергетически независимой. И они это делают. Сланцевый газ, сланцевая нефть, тяжелая нефть из песков в Канаде и США. Да плевать они хотели после этого и на Персидские заливы, и на все остальное. Продолжим. Я прерву, Евгений Янович, я прошу прощения. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Здесь Евгений Сатановский. Звоните, пишите. Как мне представляется, разговор действительно крайне интересный. 19 часов 17 минут, реальное время, Финам ФМ. Здесь президент Института Ближнего Востока, автор новой книги, которая, как мне представляется, это не реклама. Но, вы понимаете, есть вещи, которые я вам иногда рекомендую. Вот эту работу, если бы я был русский царь Совета Президента Евгении Сатановской, я вам рекомендую. Потому что это по меньшей мере интересно. А это познавательно. То, о чем пишут авторы в этой работе, в своей предыдущей работе по Ближнему Востоку, не только познавательно. Вы получаете крайне важную пищу для размышлений. При этом Евгений Янович постоянно мне говорит о том, что это предисловие к более большим фундаментальным работам. На самом деле страшно мешает, раздражает многое, останавливая какие-то писалки. Перед первой книгой пришлось глазки заменять, хрусталики. В этом году была куча серий операций на сердце, еще на чем-то. Ноги не отрезали, в связи с диабетом, из-за чего задержалась третья книга. Моя жизнь среди евреев. Ждем новую работу. Ну вот, да, давно обещал я в то же самое Эксму, и полгода уже не то, что бездельничаю. На самом деле летаю, много летаю, много получаю новой информации, и это, конечно, сильно задерживает. Плюс серия операций и так далее. Давайте я сейчас обострю наш разговор. Я буду выхватывать отдельные фрагменты, которые мне запали в душу, что называется, и в память. Вы говорите о том, что будущее России обеспечивается двумя факторами. Ну, я не дословно цитирую, да, но как я это воспринял? Это русский язык и евреи. Евреи как пример, на самом деле, поскольку это, конечно, на всю Россию обустроить ни евреев, ни китайцев не хватит. Но есть косвенное доказательство того, что у России есть будущее. Это то, что достаточно большое количество евреев со всего мира в качестве менеджеров компаний в Россию возвращается. Есть такой круговорот евреев природы. Грубо говоря, механизм такой. Откуда едут евреи, там кирдык наступает и полный капец. Куда едут евреи, там работа кипит. Это не значит, что евреи все такие хорошие, замечательные, масса которых на куски порвал бы сам. Но в целом, вот как перелетные птицы. Если журавль куда-то садится, значит, там есть ему чем перекусить. Значит, там есть чем заняться и дальше. По дороге много чего возникает. Новые религии, иногда некоторые мировые корпорации. Где-то возник Голливуд, где-то хай-тек, где-то одна из лучших в мире армий, как в Израиле. Много чего другого. Ну, по этому показателю у России как-то вот нормально. Далеко не только киргизы, таджики и молдаване приезжают в Россию. Хотя вопли на эту тему черт его знает какие. А русский язык это то, что недобито, пока еще остается. И в нем, вне зависимости от судьбы, которую ему готовило Министерство образования и, так сказать, науки, существует уже ровно все то, чтобы он остался основой для возрождения. Великая литература, замечательная способность к адаптации, потому что истерики всех наших двоечников, которые потом своих троечников из институтов, где они директорами, научают, что надо говорить, что кофе среднего рода, что, можно говорить, звонит. Ну, ладно, это все не важно. А также, что засоренный язык иностранными словами, он не засорен иностранными словами. Он адаптирует эти самые иностранные слова, превращая их в свои родные со своими там падежами, софиксами. И это означает, что он живой, развивается и в состоянии в себя впитать все то, чего надо впитать. Уверяю вас, что язык какого-нибудь маленького папуасского горного племени, вот этот компьютерный современный американский сленг, он как-то не поймет, о чем речь идет, он засоренным, безусловно, не будет, он останется таким же в чистом виде. А здесь впитывается. Ну, а как? И адаптируется. Так на самом деле, что есть страна, в которой мы живем? Перекресток. Это ее судьба, историческая судьба. Все воплем единым кричат, где наша историческая судьба, какой у нас? Какая была тысячу лет, такая и есть перекресток. Севера на юг, с запада на восток. На перекрестке все встречаются, торгуют, женятся, что называется, кого догнал, на том женился. Тащат разные технологии, разные товары. И мы в этом плане очень интересны. Мы, причем вне зависимости, на самом деле, от национальности, от того, в какой семье родились. Потому что, если так на нас смотреть, у нас же не случайно товарный рынок забит гораздо более широким ассортиментом вещей, чем в тех же Соединенных Штатах Америки. И это здорово, потому что вы можете сравнивать, у вас жесткая конкуренция. Просто свое не надо загибать под гнет, это точно. Но с этим у нас всегда все было плохо. У нас домашняя культура в чем-то дальневосточной, мы же снимаем обувь, входя в дом, а в чем-то среднеазиатской или ближневосточной, у нас же не случайно ковры на всех стенах, где только есть и на всех полах. Мы по культуре и цивилизационной, родимые, безусловно, европеецы. Мы по отношению к жизни абсолютные латиноамериканцы, потому что, ну, позвонить человеку за полночь или заехать в гости, да запросто. И по душам пообщаться. А чего там, а выпить, закусить и потрепаться, раздолбаемые такие веселые. А вот с утра он, может, еще и дрыхнет даже, чего ты его будешь. А вы попробуйте в Америке там после девяти уже такой моветон. Но при этом по масштабности того, что делается, ну, если завод-то самый здоровенный, если проект, то уж такое мирового класса, мы точно американцы. В этом мы на них очень похожи. Да и фронтир наш. Ну, вообще, мы такая Америка, пришитая к Канаде, если считать нашу Сибирь, именно ей. И это совершенно нормально. Ну, то есть мы не такие уж и плохие. Но почему же тогда, Евгений Янович, такое самобичевание и мазохизм на каждом шагу? Ну, мы такие, как есть, потому что, опять же, ну, как-то долго думал, почему. Во-первых, у нас три основные фактора, на которых строилась страна. Когда в свое время викинги все это безобразие завоевали, торговали местным коренным населением, несколько поколений даже и не женились на нем. И Бумфадлан там страшно удивлялся, чего это русы торгуют. Своими собственными подданиями, не очень понимая во всех этих блондинах, ну, нормальные были шведские конунги, торговали, кого завоевали, тем и торговали. А как вы относитесь к рабам и холопам своим? Ну, как относитесь к рабам? К тралсам. Второе, это империя Чингисхана. Ну, такая вертикаль власти, на которую ты нанизан, как накол. И со всей вытекающими. И третье, это византийская бюрократия. Там же не было граждан, там были сплошные подданы. А теперь большой вопрос. Вы как относитесь к своему начальству, когда оно живет в оккупированной стране, видит в вас покоренное население и так к вам относится? Вы ему должны ясах платить, быть предметом для всяческих его экспериментов. С вас рут семь шкур, если не удается содрать двадцать семь. Опять же, соответственно, да и при Сталине, холопами было большинство населения, колхозникам, когда паспорта раздали. За исключением коротких-коротких периодов в истории. Поэтому наше отношение к самим себе на самом деле ровно такое. Было две группы такого зловредного ехидного населения. До революции они были, и после революции они остались, только еще и переженились. Которые, ну, плохо укладывались вот в эту систему. Это была так называемая интеллигенция, куча мелких дворян, разночин, совмещаний, которые были лично свободными. Злые языки были паразиты, вспомним, Островского на самом деле. Ох, не комплиментарен он был. И там же не только Катерина, луч света в темном царстве. И опять-таки евреи, у которых, ну, крепостные были только в Грузии среди евреев. А все остальные, и вот вам весь еврейский юмор, совсем ядом не случайно начальство, что царское, что в советские времена сильно не любило эту ехидную национальность. При этом, я еще раз повторяю, после революции они, паразиты, все еще и переженились. Интеллигенция объевреилась, евреи обинтеллигентились. Ну, как такой уникальный сплав. И отсюда умение посмотреть на все окружающее с неким спокойным юмором, который вылезает что у Ильфа и Петрова, что у братьев Стругацких. Что прет он изо всех щелей все равно. А иногда это, конечно, страшно перехлестывает. И ты бьешься башкой о стенку и кричишь, вот чего же это у всех, вот нормально, а у нас тут черти как, для того, чтобы понять, что у нас не черти как, надо ездить по Африке, по разным странам Юго-Восточной Азии и по прочим Ближним Востоком. Многие мои знакомые возвращают, у нас ничего, чего это же, да ничего, вода с неба полгода льет или сыпется в сухом виде, а вы поживите, где ее нету, вот просто нету. Год нет, два нет, пять нет. Ну, хочется-то сравнивать себя с иными странами. Ну, да, хочется быть дочерью Ротшильда с приданым, а родился сыном совсем у другого человека, приданого никто не дает, выгребая. Мало ли кому чего хочется. Если хочется, надо первым делом вытереть собственные сопли и подмести вокруг. Построить дороги, потому что на сегодняшний день, ну, где-нибудь после того, как ВВ уйдет со службы президентской, либо, не дай бог, но ведь помрет же когда-нибудь всем и смертный, Чингисхан, Тимур, Наполеон, Александр Македонский, Цезарь и то, когда-нибудь ушли. Так ведь начнут пластать отцы-командиры страну по кускам. Совершенно точно начнут, потому что, ну, жадные они, нет у них никакой задачи держаться вместе. Когда все, системы такой нету, а когда все зациклено на одном человеке, ну, Рамзан Кадыров, который верен Путину, понимаю, а когда нету Владимира Владимировича, Рамзан Кадыров, который почему-то верен Медведеву, зачем? Можно шариатское государство построить с автоматом, бегая по горам, можно шариатское государство построить портрет начальника на стенку повесив, и он его себе вполне построил, там никакое басмачество ему бы не дало того, чего сейчас. Вот и представим себе, что дальше какой-нибудь новый начальник пришел, которого он в упор не видит, и начинает пытаться им командовать с тем маразменным напором, который у хозяина кота Дорофея существует. Вот вам часовые пояса поменяем, а вот вам нулевой промилле, а вот вам штрафы по 500 тысяч, вылезая из черного джипа, нерусской конструкции, и много чего другое. Ну и чего сделает? В еврейской истории это уже было. Жил-был царь Соломон, а потом пришел его сын. Дурак, как водится в сказках. И собрал он вождей и сказал, что батюшка мой вас наказывал плетьми, а я бичевал вас скорпионами. Чего сказали вожди народа Израилева? Нету нам доли в доме Давидовом по шатрам своим Израилем, и несколько веков гражданских войн, и так далее, и так далее, и так далее. Да честно говоря, ничего не отличается. Причем тогда евреев было очень много на планете, население как Америки, вообще все были евреями. Ну сейчас не очень много осталось. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, здесь в реальном времени. Продолжим после новостей. 19 часов и 31 минута. Это Финам.фм. Реальное время напротив меня. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, автор книги «Если б я был русский царь» в Совете Президента. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Туда направляйте свои письма, там же идет и прямая веб-трансляция. Евгений Георгиевич, я еще один сейчас провокационный блок затрону. В общем-то где-то ближе к концу книги вы пишете о том, что да неважно какого вида будет лицо будущего гражданина России. И вы постоянно проходитесь по теме, что ну нравится это кому-то или не нравится. Но русские это все. И к русским, так хотелось мне сказать, примазались. Вот то, что сейчас на жаргоне везде. Растворились. Многие нации. Создали их. Создали. Вот, понимаете, ведь такими посылами вы провоцируете тех, кто кричит на каждом углу, нас оккупировали, нас поглощают, нас чуть ли уже не ассимилируют и вообще скоро России не станет. А Евгений Сыновский пишет, а неважно какое лицо-то будет у будущего россиянина. Ну это называется кукиш тебе дурачина. По тому простому поводу русский он кто? Помните Даниэля Дефо в свое время, ну казнить, конечно, хотели, но просто поставили к позорному столбу за брошюру «Настоящий англичанин». Благо он-то был Дефо с его французскими корнями. Ему как же пинка-то английскому тогдашнему великодержавию было не дать. И я отношусь к этому ровно так. Это как в энциклопедии. Великий русский скульптор Антокольский родился в еврейской семье. Кто не немец, тот татарин, кто не татарин, тот швед, датчанин, еврей, цыган. Да вообще-то количество народу с разного Кавказа, черт побери, оно какое. Витус Беринг, он чего, герой Дании, что ли? Расстрелял он великий итальянский архитектор? Сейчас! Папе расстреляли в Италии. Строить-то ничего не давали с его мегаломанией. Это он, когда весь Питер застроил со своим сынком, оказалось, что они гении, и вообще какая прелесть, ай, как это здорово. Это нормальная ситуация, потому что империю мало кто построил. Для того, чтобы построить империю, вам нужно вот здоровущую такую страну, несколько качеств, которые на самом деле сильно отличаются от всякой мифологии на тему того, а мы вот самые щедрые, самые добрые, самые пушистые. Вы должны драться лучше всех, вы должны вот жениться со всеми, кого поймали, как это делали китайцы, испанцы с португальцами и русские, кстати говоря. В Британской империи этого не было, и посыпалась она достаточно сильно, это уж потом, сильно позже. Вы должны на самом-то деле быть гибким, потому что не строится большая страна, если маленькое племя говорит, а мы тут вот как так вот строим, поэтому вот так выживем, а так не живем. Значит, лапти наши в сапогах не ходим. Пельмень вообще китайская еда, мы его не берем. А самовар тоже китайское изобретение. А борща-то ваш там то ли украинская, то ли не пойми чего. А чего у вас там шашлык? Не будем мы этот шашлык, и сидите на вашем Кавказе. Э, отец, ты страну такую не построишь от Балтики до Тихого океана. Чего построишь? Ну, построишь себе маленькую деревушку или городок вокруг десяти деревень. Сиди и копайся. В этой ситуации, когда народ женится или переходит на русский язык, примазывается, так совершенно неважно, это он Чухча или война, хоть чеченец, хоть ингуш, еврей или немец. Я не думаю, что Герман Оскач Греф крупный германский банкир. Да и Миллер, в общем, как-то не очень своим Ганспромом. Я достаточно четко идентифицирую сам себя. Я русский, еврей, это, безусловно, четко и понятно. И более того, ну, евреи это последнее, что остается от любой империи. И не случайно все, что есть в Америке, в Израиле, в Германии, от России, это в основном евреи. Ну, так же, как от любой другой. От империи Карла Великого или от Старо-Французского королевства и от Римской империи, от чего угодно. Такого тоже ничего, кроме евреев, не осталось. Ну, вот есть отдельный интересный. А сегодняшняя Россия, это империя? Это, безусловно, империя, которая начала процесс некоторого распада, как и любая другая империя, что не есть катастрофа. Империи сжимаются, расходятся, распадаются. Китайцы просто это хорошо знают. Они там свои пять тысяч лет истории понимают, спокойно к этому относясь. Ну, развалились, ну, вот вас уже совсем нет, ну, сойдемся, значит, задача другая. Надо просто расслабиться, выдохнуть, получить удовольствие от того, что вы живете здесь и сейчас, другой жизни не будет. То есть вы сейчас вот нынешним гражданам России предлагаете расслабиться, выдохнуть, успокоиться, не дергаться? Получить большое удовольствие от жизни, потому что напряженный человек, у него плохо с пищеварением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. И он подохнет просто рано, а сироти в жену, детей, зачем? Да плохо, да несправедливость везде, да начальству на все плевать, оно у тебя из-под рук вытаскивает, что ты всю жизнь делал и просто походя его в пыль. Затирает, как Сердюков, армейские библиотеки и дома офицеров, хотя не он, паразит, делал. И много так, ну просто надо понять, что так есть, было, будет всегда и пытаться сохранять то, что можно для своих детей, для чужих детей. Ну, в конце концов, когда монахи в Ирландии, оставшиеся единственным осколком грамотности в тогдашней Европе, затопленной варварскими племенами, всеми этими белгами, франками, лангобардами и безумным количеством гуннов и прочих, и прочих, и прочих, свевов каких-то, ну дикари, дикари, мы про славян вообще молчим. Только что из припятских каких-то болот там повылазили из-под Вислой Одера, так еще хуже были, чем германцы. Они что, думали, что они сохраняют латынь и письменность, и христианство для будущих, следующих пары тысяч лет? Да нет, они пытались что могли, то сохранить. В этом плане Стругацкие были, конечно, великими провидцами, ну и, собственно, последние 20 лет, видимо, на меня в молодости сильно повлиял руматоисторский, трудно быть богом. Вот я что могу на своем маленьком огороде, я там книгачи им помогаю, тащу кучу разных проектов в археологии, компротивистике, естественных наук, что-то связанное там с математикой и физикой. Что удается? Значит, что-то выживет, что-то не удастся спасти, что-то мы с коллегами и друзьями создали, там, современное израилеведение в МГУ просто создали с нуля, его такого не было никогда, сделали его лучшим в Европе и, кстати, лучшим сейчас, чем и в Израиле, и в Америке. Удастся ли это сохранить навсегда, я не знаю, но несколько сотен студентов через меня прошло, несколько сотен книг, ну где-то 250 вот уж к концу года, издали в моем институте, в институте Ближнего Востока, там по тысяче статей каждый год в интернет уходят. И несколько сотен книг издали, потому что я им нашел какие-то деньги. Я вообще рэкетом занимался на олигархах в Российском Еврейском Конгрессе, все-таки содрал больше ста миллионов долларов с ребят. Вот когда серьезно этим занимался, Гусинского, Невзлина, Кантера и много, весь этот список, которые русского Форбса, ну просто действительно всех, кого можно было рэкетировать, выжать и на бедных стариков, и голодных, и брошенных молодежью, на науку, на образование, на культурные проекты. Ну я сразу поясню для слушателей, что речь идет не только о евреях-стариках или евреях-молодых людях, Сталовский помогал многим. Дело в том, что что могли под евреев выгрызти и раздать нормальному народу, не ворующему, при этом умному, то и делали просто, ну когда у нас в университетских программах за евреев надо было плачать, мы рэкетировали фонды Ротшильда, Манделла, а когда были не еврейские студенты, ну я за них сам платил, они же не виноваты, что они не евреи, фонды под них разные зарубежные не дают денег, а вузовское начальство в рамках подъема российской науки дерет с этих несчастных детей денег столько, сколько вообще-то в западном университете стыдялся брать за другие условия жизни, за другие качества образования. Ильич, вот сейчас хочу, опять резко, да, у нас всего 4 минуты до очередного выпуска новостей, а хочу затронуть такую тему, которую вы посвящаете очень много страниц в этой книге, да и собственно предыдущая работа по Ближнему Востоку была посвящена, это экспорту радикального ислама в Россию. Это вообще тема отдельного разговора, я понимаю, и даже ни одной передачи, да, но в 4 минуты придется сейчас уложиться, вот в чем угроза для России, чтобы было понятно российскому бывателю в хорошем понимании этого слова. Подечение Средневековья резня. Это если совсем коротко. Да, конечно, потому что люди, которые не будут жить рядом, они будут жить вместо нас. Люди, которые не будут женить детей, они будут смотреть не только на русских или евреев или кого угодно, как на чудовищных язычников. А вот если вы живете, как мы живем, ну да, есть религия, ну научи дурака, Бог молится, он себя лоб раз шибет, это зачем? Есть же люди с их привычками, обычаями, с их умением вместе работать и воспитывать общих внуков, поженив детей, с их некоторыми подколками друг к другу, но при этом с пониманием того, что рядом с тобой сосед, и на него можно положиться. В конце концов, с тем, что мы вместе с этими людьми сидели в окопах, когда шла война с фашистами. И я им до сих пор за это благодарен, а чеченцы они узбеки, татары, таджики или кто угодно другой, мне какая разница? Я что, должен поэтому ненавидеть мусульман за то, что они верят иначе, или хоть бы даже и не верят, а разговаривают на другом языке? Что за бред? Для всех этих ребят, эти люди джихилия не верят, их надо или сделать такими же, как они, или убить. Ну, про самих себя и всех остальных я уже и не говорю. Это враг. Гораздо более опасен, чем фашисты, потому что, ну, фашиста можно победить и как-то переубедить там, а с этими сделать ничего нельзя. И сегодня подъем религиозного фанатизма у них. Вот евреи перестали друг друга убивать во втором веке нашей эры, там, христиане в 16-17-м, а эти ребята, вот сейчас идет этот самый халифат, и больше половины нашей территории, не только Кавказ, все по Волжье, для них это тот самый халифат. Он должен быть их, саудовский, катарский, какой угодно, а всех остальных тут не будет. Это безумно опасно, потому что сегодня ни американцы, ни китайцы для нас опасность. Они не взрывают наши города, наше метро или наши Норд-Осты, они не берут в заложники наших детей. А приходят вот эти ребята, не понимать этого, преступление, не воевать с ними, преступление, тащить их сюда со словами, мы должны понимать, что они победят, и поэтому мы из них видим союзников вот в борьбе с Америкой. Преступление двойное. Кто-то куплен, кто-то дурак, понятно, но когда выходит аспирант Института Востоковедни с густой черной бородой и говорит на телевидении, русский проект кончился, мне очень хочется задать директору Институту вопрос, не переборщил ли он со своим притаскиванием в Россию хамасах из Балы? Я понимаю, что у него квартира хорошая, денег много, он вообще немножко шьет, только икать-то нам придется потом в тех республиках, откуда у него такие аспиранты, когда их начнут отделять, когда в них пойдет терроризм. Мы же давно говорили про террористов в Кабардино-Балкаре или Татарстане, вот они пришли. Вот и все. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей, затем давайте мы проведем интерактивную часть. Здесь Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока. Звоните на 65 10 99 6, код Москва 495, пишите на финам.фм. 1948 это реальное время, финам.фм. Напротив меня здесь в московской студии прямого эфира Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока, автор книги «Если б я был русский царь, советы президенту». Уточняю перед началом интерактива, все-таки когда ждем книгу «Моя жизнь среди евреев»? Ну, надо же дописать, а точнее начать всерьез и закончить. На самом деле, я думаю, месяца два-три хватит. Эксмо меня, конечно, проклянет. Ну, что теперь делать? Если до этого не помру и не пристрелю, то и вполне напишу. 65 10 99 6, код Москва 495, финам.фм. Это, соответственно, наше средство коммуникации. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Алексей, Москва. Алексей. Вот. Прежде чем задать вопрос, я хотел поблагодарить гостя за четкое, точное и наряду с этим очень простое определение в отношении нашего премьера. Невольно сразу промелькнули воспоминания, как ему показывали в метро наши высокие технологии, его безумное выражение глаз. Вот. И недавняя фотография его в СМИ, когда он поезда там новые осматривал. Вот. А что касаемо моего вопроса, вот хотел бы комментарий услышать. Раньше я склонялся к такой точке зрения, что у нас в стране правит некий клан, политические там элиты, неважно. А сейчас, вот анализируя ситуацию, у меня создается впечатление, что сама по себе вот эта вот система правления, она создалась неосознанно, вот как паразит. Вот. Что назвать можно коррупцией, например. И она просто-напросто стала неуправляемой, как рак, я не знаю, как вот в настоящем организме. То есть не те правят конкретно, кто мелькает каждый день на телевизоре, а вот эта система. И это не конкретные лица, а что-то, нечто, вот субстанция такая вот всего этого органа под названием государственного. Да, Алексей, спасибо. Понимаете, борьба с коррупцией, это такое пчелы против меда. Не знаю, рокеры против наркотика. Да, к черту борьба с коррупцией. Идея же состоит в том, что вы начальник, и поэтому вы сами себе там отпиливаете чуть-чуть кусочек, создаете себе некоторую для этого систему, все нормально. Потом люди из этой системы смотрят, начальник отпиливает себе кусочек, и что, они должны что ли не отпиливать себе этот кусочек, и они начинают отпиливать себе этот кусочек, а в конце выясняется, что кроме отпиленных кусочков уже почти ничего и нет. Что у вас все, что строится, все эти проекты, национальные проекты, никто не помнит, национальные были проекты, за них отвечал нынешний премьер, там, да, доступное жилье, там, много чего поднимали мы. Но это просто повод для того, чтобы отпилить очередной и поделить очередной кусок. И в этом плане нормально ли это? Ненормально везде по всему миру так. Есть какие-то сумасшедшие, которым действительно интересно, армия, наука, образование, медицина, но дальше начинается почину, не почину. Когда у вас откат становится 80%, 95%, и это нормальная система, то, может, тогда действительно всю эту систему как-то менять надо. Здесь я просто сторонник того, чтобы, во-первых, без истерик, понять, что происходит, это всегда очень важно. Понять, чего еще можно сохранить, и еще можно многое сохранить, в том числе и без государства. А кроме того, ну, есть какие-то у этих ребят свои интересы им же, они нормальные, они совершенно нормальные. Понять, что лучше не будет, потому что те, кто придет, кто там будет лучше? Касьянов, что ли, с Немцовым? Ой, спасибо большое. Да понятно, что ребята хотят обратно ко власти и деньгам. Или Люмпин, типа Лимонова. Да было это уже, в 1917 году было. Милые, интеллигентные люди, Дим Быков и Шендерович, но их пристрелят первыми. Он Луначарский тоже, пока его Владимир Ильич не поправил, так богостроительством занимался. Поэтому Маяковский принял революцию, потом застрелился лет через 20. Поэтому исправлять надо эволюционным образом ту хрень, которая выстроилась. Понимая, чего выстроилась, куда надо исправлять. И дальше давить, 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 каждый в своем огороде. Глядишь, чего-нибудь и исправится лет через 100. Евгений Становский сегодня в реальном времени. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Андрей. Евгений Иванович, у меня к вам такой вопрос. Многие политологи на Ближнем Востоке события описывают, как просто экономические факторы определяют различные движения и их событий. И проводят параллель, допустим, с нашими какими-то протестными событиями. Меня интересует, религиозный фактор на Востоке какую роль играет в этих событиях? Главное. Главное, основное определяющее. Я же не зря говорю, у этих ребят сейчас период религиозных войн. С твиттерами, фейсбуками, мобильниками, компьютерами. А мозги остались вон те. Из войны Тараса Бульбы с поляками, из Варфоломеевой ночи. Поэтому все, что сейчас происходит, по большому счету, это большая война шиитов с суннитами, зачистка под ноль ближневосточного христианства, уничтожение светских авторитарных диктатур, замена их религиозными структурами. Вот выстраивание нового халифата. Строит его, понятно кто, ваххабитский тандем, саудовцы и катар. Больше того, с Ближнего Востока это доходит и до нас, и куда угодно, потому что им вообще весь ислам хочется под себя подмять. Свежий такой, 200 лет этому ваххабизму, не более чем, на самом деле, новое такое течение. И в середине этого безобразия, конечно, сидит хорошо вооруженный Израиль, отбивающийся, как Швейцария во Вторую мировую войну, которые радостно пытаются сдать всему этому безобразию, как в Мюнхене, Чемберлене, Доладье, Чехословакию, Гитлеру сдали, и думали, что они от войны открестились, сказали, что принесли мирное поколение. Отчего Чехия в ООН голосовала, по-вашему, против объявления Палестины государством, они свою историю знают и помнят ее хорошо только и исключительно по этому поводу. Вот и все. Поэтому наша там протестная ситуация совершенно из другой славы те, Господа, области. Наша протестная ситуация, это огромная толпа народов. Дико взъерепенилась, когда ей сообщили, что она никто из дватей никак, мы тут вдвоем решили, вот теперь ты президент, я премьер, большой привет, пошли вон. Я помню выражение лица Юргенса, когда он об этом узнал. Вообще, как-то так вот сильно порадовал тогдашний президент Дмитрий Анатольевич Медведев всех тех ребят, которые искренне в его команде понимали, что сейчас тут наступит честная выборная ситуация. Ну, конечно, но все, вперед, вот мы на Медведево, вперед, поехали. Республиканская партия с демократической. Это нормальная эволюция, она пошла и она будет развиваться. И протестные наши движения тоже нормальные, и с лидерами им не повезло. Но, наверное, даст бог, и это придет. Главное здесь эволюцию, еще раз повторю, включить. А то в 17-м году с разбегу, как заняли Зимний дворец, так потом 75 лет не могли расхлебаться. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, не можете дозвониться, пишите на финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция. Вы в эфире, добрый вечер, как вас зовут? Алеш, здравствуйте, меня зовут Иван. Вот Евгений Янович в начале программы говорил о смешении культур, которые привносились разными народами при образовании нашей империи. Вот у меня такой вопрос. У меня есть только ощущение, что многие западноевропейские ценности, которые вот в начале 90-х мы разные конвенции эфирировали, что они у нас не приживаются и даже в какой-то степени отторгаются. Вот, например, та же политкорректность. Я, например, горжусь, что в присутствии друзей украинцев или евреев вот в нашей стране я могу анекдот рассказывать про украинцев и евреев. И значит, они должны на меня никто в суд не податься, никто даже и не обидится. Вот хотел спросить, нет ли у Евгения Яновича такое ощущение? Если есть, то почему, на его взгляд, они не приживаются? Потому что мы нормальные, потому что ханжества у нас меньше, чем там, потому что нас так прессануло при Иосифе Виссарионовиче Сталине, что мы теперь бежимся на чего надо и умеем отличать дружескую подколку от оскорбления. Ну и нормально. Добрый вечер, как вас зовут, Ален? Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Россия часто ставит в упрек, что среди союзников это так называют страны-изгои. Вот как считает ваш гость? Возможно, нам взять пример с Францией и объединиться там в США с другими странами, ну просто отстаивать, не знаю, так совместные коммерческие интересы вот в арабском мире и не стесняться этого? Не получится, во-первых, с нами никто не будет объединяться, во-вторых, у нас нет совместных коммерческих интересов, просто их нет. Они у всех разные. Мы поставщики на электроэнергии, газа, нефти, сырья разного. Ну поэтому, наверное, наш министр образования закрыл горный институт от большого ума, что мы сырьевая страна. А они потребители. И бесполезно, с нами никто тоже не будет объединяться. Вспомните русскую историю попытки объединения там с Великобританией или с Францией, с Австро-Венгрией против какого-нибудь врага. Вот все равно продадут, придадут, воткнут ножик в спину. Это хоть Пикуль хорошо описывал и правда говорил. Надо просто понимать, что это террариум единомышленников, что нет там никакого объединения, что англичане с удовольствием подставят французов, а американцы англичан, но жизнь такая. И понимая это, и понимая, что нету никаких союзников, не бывает их, никогда не бывало. Надо перестать гоняться за химерами и заниматься исключительно развитием собственной территории, черт бы ее побрал, включая дороги, инфраструктуру, а не вбухивать безумные деньги, черт знает кому, черт знает зачем, черт знает куда. Даже если от этого чиновники немножко шьют, а населению рассказывают про то, что мы таким образом союзы создаем, банкротя страну. — Еще успеем пару звонков принять. Вечер добрый, как вас зовут? — Здравствуйте, Сергей. — Да, Сергей. — Я бы хотел задать вопрос, читал, рассказывание Киссинджера по поводу Израиля. Можно что-нибудь сказать? — Ну, вы знаете, Киссинджер столько говорил по поводу Израиля. — Можете уточнить, да. — Да нет, я даже примерно... Дело в том, что Генри Киссинджер, я его все-таки знаю, знаю лично, всегда занимался одним, он строил свою карьеру. И все его высказывания были подчинены этому. Поэтому в свое время, когда он добил и дожал Бегина, пользуясь его авторитаризмом, вождизмом, стремлением к славе, для того, чтобы израильтяне отдали... — Я поясню для слушателей премьер-министра Израиля. — Был такой, да, Минахин Бегин. Отдали Синайский полуостров, не запонюх табаку, за клочок бумажки, который сейчас президент Мурси разорвет. Отдали всю территорию, хотя надо было-то отдавать до горных проходов, оставляя себе буферную зону. Но доказал тем самым Киссинджер, что немецкие евреи польского всегда обманет. Не более чем. А дальше его высказывания, ну мало кто про чего-чего ляпнул. — Евгений Иванович, рад был вновь встретиться, мне было приятно провести этот час. Спасибо огромное, наше время завершилось. Ну а все, кто, что называется, не дополучил информацию, адресую к новой книге моего гостя Евгения Сатановского. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.